Ты ж помнишь, ты мне деньги должен за телефон, что у меня мусора забрать. Ждет вас всех. Пубертат, увидел мир. Ну что, кулер работает, это нормально, я думаю. Открой, открой его, открой. Да там перегрет, осторожно. С жестким пот, да ты ссор. Что вам скажу, ребят, жесткий перегрев. Но сейчас чуть остынем и продолжаем пот, потому что реально дороже. Может водичкой полить какой-то? Дерни вверх. У меня она разница с гипероскопой, блядь. А что это течет? Вот, смотри. У нас проблема, ребята. У нас лоб было охлаждение, посмотри, взорвалось. Это видишь, покажи. Взорвалось охлаждение. Да ну где оно взорвалось? Нет, оно взорвалось. Вон течет. Ну что, Сашка, ситуация? Ну короче, мы закипели, мы перегрели, закипели, вы видели сколько пара, но вроде все нормально, сейчас чуть остынем и продолжаем. Потому что пески очень забучие, все время на повышенных оборотах и движок, короче, не выдержал такого издевательства. Ну мы выйдем на трассу, там остынем уже нормально. Думаешь, будет жить? Да, будет жить. Сколько ему надо заснуть, 2-3 минуты? Ну, я думаю, да, хватит. Работает только один контур, и так не работает. Потрогай, он холодный даже. Да? Что там? Посмотри. Ты знаешь, какой мотор горячий? А что он может в таком случае взорваться? Может заклинить, нет. А ты машину выключил? Да, это охлаждение работает. Я думаю, она заведена. Ты тоже, Димон, да? Да. Я думаю, заведена. Кстати, она может заглушенная, не качает помпа. Может завести, поэтому контур холодный. Пускай прохочет. Не прикол, у нас дно прорвало. Пацаны, зацените, как мы ехали. А что там за дырка? Я не знаю, ну говорят, что типа лючок для рыбалки, для зимней. Ну короче, прорвало дно веткой. И мне постоянно каждая ветка в ноги лупит. Я боюсь, что какое-то прорывно мне в голову встрянет. Пацаны, отверстие для зимней рыбалки. Вы когда-то слышали о таком? Сус, посмотри, может там монеты. Вайбахи нет. Сус, держи, короче, тебе удочку. Саша, а что, какая ситуация по машине? Да блин, хрен его знает. Может быть и вылила жидкость, может и нет. Надо долить, короче, продолжить. Охлаждающая? Нет, ну как? Она просто гуляет там внутри. Слушай, а через что нальется? Фу, ребят, ну жесть какая-то происходит. Я надеюсь, что все нормально, потому что один радиатор у нас что-то холодное, один тепло. Такое чувство, что он или воздушную пробку хапнул, или где-то мы сорвали шланг очко охлаждения под низом. Дернулось, чиркнулись. Вообще не знаю, как там охлаждение протянутое, смешиво переделывал. Зацени, сколько мы земли вот тут она собрали тоже. Посмотри. Это жесть. 15 килограмм грунта везем с собой. Как он сюда попал, вообще не понятно. Вот через нишу сели прямо задницей. Тут нормально? Ты налил нормально, ты полную налил? Саня, ну тут нормально, это ж багажное отделение. Я могу сюда мусор положить? Уже, в принципе, можно ехать. Поехали, он уже перестал. Заберись с собой. С собой. Ребят, ну что, машина остыла. Все, мы закроем в капоте, погнали дальше. Надеюсь, нас не запалят. Как улетели? Как девушку свою. Ну вот это, конечно, плыть с этой землей. Все, господа, стартуем дальше. Надеемся, нам высшие силы помогут доехать до Припяти. Высшие силы, это я ваш. Господи, пожалуйста, помоги нам проехать. Черный сталкер, приди ко мне. Черный сталкер, приди. Мы что устроили? Пусть побоится. Все, все, не газуй. Не газуй, не газуй. Лебедкой цепляемся. Быстро, давай. Давай толкаем, давай. Так, смотрите, пацаны, какая тут лютая грязь. Сейчас попробуем толкнуть. На, да и что? Все. Поехали. Три человека легко абсолютно вытягивать. Все, друзья, мы выехали на так называемый Централ. Это центральная живая дорога, по которой ездят в Припять полиция, лесники, экскурсии. Сколько мы по ней едем? Что, мы по прямой едем 8 километров, потом поворачиваем. Ребята, это очень дерзко, это дерзко. Ребята, это очень дерзко. Это прямо очень дерзко. Дерзить больше уже не к вам. Да заткнитесь, вы уже, уважаемый. Имейте совесть, мы вас везем. Так вот не нагалкивайте. Я так рад, что я со своими друзьями сюда проник, в Чернобыльскую зону учреждения. Блин, ребят, вот эта миссия реально на грани все идет, просто на грани. Мы вот на центральную трассу выехали, ну реально, нас видели лесники, на месте залаза эти колючая проволока, нас видели грибники, нас кругом все видели и до сих пор нас еще не приняли. Мы сейчас будем подъезжать, кстати, к Протокольскому мосту, самое опасное место на нашем пути. Нас там могут ждать уже полиция. Да нет, я думаю, никого не будет. Я тоже так надеюсь. Что там сзади, не дымит нормально? Давай. Нет, отлично. Сейчас он отдыхает. Отлично. А что там кока-колой залили? Что по температуре? Дай Саша коль. Саня, что нужно температуру? Норма, я вижу, вообще, ты уже выхлестил. Я выставил две бутылки, все, не хватит с тебя. Нет, ну это очень дерзко, ребят. Выхлест, там все коль упадало. Большой расход колы идет, потому что амиссия напряженная. Друзья, самый главный момент, сейчас момент истинный, протокольский мост. Могут ждать. Это единственный мост, его только обдрот можно объехать, но так как обдрот, но никак, поэтому мы едем через мост. Вот это вот. Пока полета в повороте никого нет. Не хватит, не хватит, не хватит, не хватит, переживай. За рулем профессионал. Что там сзади чисто, никто не выскочил. Друзья, кто знает, это самый знаменитый мост Припяти через речку Куш. Это мы в десятку въезжаем? Нет, это мы не в десятку, это мы въезжаем через самое херовое положение, которое можно. Все, все, ребята, мы первую часть нашего путешествия абсолютно преодолели. Это было очень сложно. Температура в норме, движок не греется. Может встанем где-то, охватимся? Да не, не, вообще нормально. Осторожно, осторожно здесь. Дипа на прячем. Блин, это полиция. Ничего страшного, едем, едем. Блин, это полиция. Ничего страшного, едем, едем. Это не полиция, это... Это лесники природоохранные образцы. Смотри, они за ними тронулись. Нет, все нормально, все. Ребята, успокойтесь, мы здесь свои, мы на машине свои здесь. Нет, они на расслабоне. Кроме лобов. Оп, 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 оп. А, красота. Полицейские были? Да нет. Поворот налево, второй поворот налево. Мы все проскакиваем. Третий поворот налево, мы поворачиваем. А, да, ты мне вовремя предупредить, смотри, через навигатор, чтобы они... Мы не возвращались. Да, сейчас, вот, проезжаем первый поворот. Да, мы его проскакиваем. Нам сюда. А, блин, близко совсем, я понял. Нет, нет, нам еще далеко. Поворотник у нас. Сейчас здание какое-то. Вот это поворачивает. Я не ухожу поворотник. Я буду еще пока смет, нахер. Тормози и поворачивай. Все, 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 тормози, тормози, тормози. Не так резко. Все, погнали, погнали. Тормально. А наш маршрут дальше туда уходит? Да, туда уходит. Ребята, мы сейчас объезжаем, КПП Лилёв, мы объезжаем в десятку. Чтобы нам объехать второй КПП, есть секретная дорога сталкерская через Заполье, село. Ну, она так себе, но она асфальтирована, это важно. Она длинная очень. Это наш единственный путь, чтобы объехать второе КПП. И все, потом остается третье КПП в Припяти, мы в Припяти. Надеюсь, все будет четко. Ну, тут должно быть, я тут уверен, тут обычно никогда никого не бывает. Сколько мы ездили на... Деревья все попилены. Ну, тут иногда полицейские очень редко бывают. Нет, металлисты, металлисты здесь ездят, короче. Ребята, ну что, поездочка идет бомбезна. Мы в зоне отчуждения. Сейчас находимся в селе Заполье. И вот, можете посмотреть на заброшенные хаты этого села. Погнали. Это типичный дом села Чернобыльской зоны отчуждения. Крыша покосилась, окн нету. Погнали дальше. Это веранда. И как мы видим, здесь все тоже в таком плачевном состоянии. Но сталкеру это не мешает здесь остановиться, переночевать. Потому что в помещении радиация намного меньше, чем на улице. Все, погнали дальше. У нас совсем мало времени. Продолжаем. У нас остался последний рывок. Сейчас мы объезжаем КПП Лилев. Если мы нормально его объедем, все чики-пики. Мы едем возле РЛС Дуги. На зумчик можно будет заснять, ее будет видно. И выезжаем на Припять. И у нас на Припяти будет финальный рывок очень жесткий. Мы будем врываться прямо через КПП, потому что мы не нашли там объезда. Погнали. Ах, гусей, гусей! Что такое-то, мальчик? Ох и скотина, ох и сволочь. А хватит снимать. Накорнили меня своим чиплом этим. Пошел в машину. Опять ты конфликт. Это день конфликта. Ох и будулай. Где ты обучался? Во Вьетнаме такому искусству? Поехали, ребят. Жесткий тип. Нам пора. Заезд и там борода. Мы не можем заехать. Объезжаем, возвращаемся обратно. Нет машины? Есть, есть. Обратно и едем через КПП. А, все, мы будем, мы не спалимся. И машина? Да. Или машина? Машина, машина. Машина, машина. Да машина, все нормально, едем, едем. Едем на четвертый. Все, спокойно, пацаны, ну хватит. Блин, а то же третья машина, ребят. Да нормально, защитуйтесь, пацаны. Сэм, скажешь? А, а то какие-то солдаты. Солдаты, да. Не перекратили путь. А, не, мимо, мимо спокойно проезжай просто и все. Только закройтесь на первом сиденье. Лица закройтесь. Так, давай, все, все, закройтесь. Так вот, как мы едем, такие люди. Поверяйте налево, налево здесь, налево. Налево здесь, налево. Это кто был? Хер его знает, короче. Поехали дальше. Нам не нужно, блядь, рассуждать, кто там был. Деловой стал, смотри. Но это было два типа в военной форме. Кто это мог быть? Ну, что, наши знакомые, типа, короче. Они нас пропустили, дали дорогу. И сзади будет теперь сопровождение, чтобы нас никто не трогал. Вот так вот мы и едем в Азоне, как короли. Ну, потому что Суперсус и Криасан. У них на двоих, типа, 5 миллионов подписчиков. Каждое дерево уже подписано на них, поэтому все нормально. Все, баска едет себе. Здорово, ребят. А кто это? Это экскурсия. Серьезно? Ну, конечно, менты экскурсируют. А? Экскурсуют менты. Закрой окно, окна, закройте. Закройте окно. Окно, окно, окно. Саша, окно закрой свое. Что там, что там? Саша, закрой свои окна. Едем на кладбище за жокером. Тормозят или что? Нет. Они не имеют права тормозить. А кто это? Блин, они не имеют. Здорово, дядь, нормально. Да, молодец, молодец. Моя школа, моя школа. Саша поздоровался? Да, да, да. Да это ж хребняки, они друг друга ставят. А кто это был? Нормально, короче. Дорожная служба. Сидит за безопасностью этой дороги, по которой мы едем. Нас сопровождают сзади. Три полицейские машины. Вот такого прикола я не ожидал. Какие-то рабочие взяли, поздоровались со мной. Я так, все нормально, свои. Чем больше наглости, тем больше ты проедешь. Ну, да, я говорю. Чем ты дерзкость проявляешь больше в мире, тем мир тебе добрее. Надо быть дерзким. Дерзким, четким. Дерзай, дерзай, еще раз дерзай. Пока не узнаешь, где твой рай. Я хочу узнать, какую бы первую песню вам из... Так, друзья, 13 километров остается до Припяти. Мы в заброшенном, аутентичном селе. Посмотрите, в каком сохране хаты. Еще даже пооставались. Занавески. Мы не можем тут долго находиться. Тут уже перед нами какая-то машина ехала. Не сегодня, походу. Чуть отдохнем, чуть машинка наша остынет. И я думаю, что мы заедем сегодня. Я не видел ни разу в Чернобыле хату с занавесками. Спасибо. Печи обычно разваливали, чтобы люди не спали. Чтобы никто не вписывался, чтобы не жил в домах. Военные ходили и печи распивали. Посмотрите, полностью печь сохранилась. Ее можно даже при желании приехать натопить. Вот забрало. Там и ромыши внутри лазили. Нормально у Кристины есть следы. Смотрите, пацаки, глечики сохранились. А, надо обвинуть заслоночку. Старые глиняные это руками делали жители Чернобыля давным-давно. Вот его крышка алюминиевая. Смотри, а вот глечик. Золота немало внутри. Что это такое, смотри? Клейма? Царство или что это? Класс, прикинь. Вот это он там стоял 40 лет в углу, никто его не трогал. Календарь 94 года. Идем, что он зовет нас, маячит. Что-то маячит тревожно. А, то ты маячишь. Ребят, но этот Запорожец непростой, он с сюрпризом. Он просто начинен камерами. Смотрите, одна, но это палевная. А еще у нас есть секретная камера. Вот в часах, вот это объективчик, это спрятана скрытая камера. И она будет все писать. Если нас примут, придут полицейские, что-то произойдет. Еще у нас скрыто две камеры возле колеса обозрения. Две фотоловухи стоят. То есть, в том месте, где мы оставим Запорожец, мы будем за ним наблюдать через камеры. Вы все увидите, что с ним будет происходить. А они включены уже? Они уже готовы и срабатывать на движение. То есть, там ходят экскурсии, камеры уже пишут это? Да. А эта камера вообще будет работать онлайн. То есть, мы онлайн будем наблюдать, что происходит с Запорожцем. Класс. Вообще бомба. Это ты сам придумал? Да. Дичь такую начинить зазик камерами. Ну что, поехали тогда? Господа сталкеры. Погнали. Господа сталкеры. Господа сталкеры. Господа сталкеры. Выкинь сиденье, выкинь сиденье через доктор. Да, да, да. Ля, ля, затарит. Есть? Да, есть, есть. Ножи по сердцу. Зачем вы набрали таких грушек? Брасли все, что они набрали. Главное сейчас преодолеть Припять, КПП. Ну а как мы будем это делать, мы вам покажем чуть позже. Бля, нам осталось, что если я меньше 10 километров до Припяти. Опять тревога внутри, я не знаю, попадем, не попадем. Ребята, я комрад, я сейчас в зоне отчуждения гуляю по зоне, собираю грибочки. Ах, вчера такой жрал, сегодня буду этот. Ах, по-моему, уже приход начался. Все, Дима, хватит снимать, хватит. Так, пацаны, смотрите, в зоне отчуждения огромное количество грибов. Здесь их вообще никто не собирает. Ну, собирают иногда люди, но так, типа, незаконно. Поэтому нельзя делать, грибы впитывают разные вещества, вредные, в том числе радиоактивные. И сейчас мы заведем радиоактивный замер. Какой уровень радиации тут на грибочке? Я даже не знаю, что это за модель. Опа! Гриба... Что она показывает? Десять. Вообще в пределах нормы. Это меньше даже, чем в Киеве. Данная модель гриба, видать, либо не впитывает ничего, либо здесь и нет ничего, чтобы впитывать. Грибов вообще сотни. Мы едем на Запорожье, вот так вот направо-налево в окна смотрим, грибные поляны расстилаются до горизонта. И разные грибы. И красные, и синие, и зеленые. Самых разных цветов. Но я не знаю, что это за модель. Вроде безопасная. Трохать их пока не будем. Ну ничего, едем дальше в Припять. Смотрите, друзья, мы тут нашли вообще остатки мотоцикла советского. Даже бензобак целенький сохранился. Тридцать лет назад ездили на нем. Пацаки катались. А сейчас все... А, вот это вот все, это чисто седушечка. Смотрите, друзья, тут и мухоморы растут. Я не знаю, конкретно мухоморы это или нет. Но я в детстве слышал такую легенду, что лоси могут, если у них болезнь, сами ходить по лесу искать мухоморы. Они их кушают, и это якобы их лечит. Но мы мухоморы не трогаем, мы будем рыгать. А нам надо еще доехать до города мертвого. Да, грибочек? Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Делаю фарш, я в Денише поваром. И раплю цифер, ядовитая кобра. Выстрел, мадам, хедшот, а не Федор. Водитель в такси, ашот, а не Федор. Пацаны, я не знаю, доедем мы до Припяти или нет. Но уже по зоне на своем собственном Запорожье нелегально покататься, это невероятное удовольствие. Налево, налево. А, вот такая крутилочка. Так, господа, неизвестный трактор. Доброго здоровечка, спасибо. Здрасте, здрасте. Так, господа, неизвестный трактор. Доброго здоровечка, спасибо. Здрасте, здрасте. А, лесники и лесники снимаем. Да, все нормально. Можно снимать? Да, нужно, нужно. Мы уже не лесники. А кто это? Это лесничие. Ага. Одни лес рубят, а вторые за ним следят. Лесники и лесничие, это разные вещи. Димош, все нормально? Все отлично. Пацаны, наверняка кто-то из зрителей 100% сейчас будет на этом моменте видео писать в комментариях, что это палево, вы заехали официально, почему вас никто не останавливает, этого не может быть. Господа, смотрите видео до конца, посмотрите, чем все закончится. Но мы сами этого не знаем. И потом сделайте свои выводы. Легально мы заехали и нелегально. Мы уже 40 километров едем на самодельном Запорожце по закрытой зоне отчуждения Чернобыля. И хоть бы шо, вообще, хоть бы шо. Шесть машин нас уже увидело. Увидели лесники, увидели... И кто нас только, короче, не видел. Уже какие-то погранцы были там в форме. И хоть бы шо, никто нас не останавливает. Никто не ожидает, что мы на машине сюда ворвемся. Ребят, ну шо, вот это вороты, въезд в десятую. Везите километров в отчуждение. Как видите, колючую проволоку уже сперли. Ну, блин, ну это нам не мешает туда ехать. Да, ехать. Мы объехали КПП Лилев, и все, мы въездим в десятки. Последний чекпоинт это Припять. КПП Припяти. Друзья, вот здесь у нас установлена скрытая камера. Вот это круглое отверстие Саша Криасан высперлил собственноручно. И там внутри камера видеонаблюдения, которая ведет запись, а также пишет аудиозвук. Поэтому мы оставим этот автомобиль прямо возле колеса обозрения. И потом будем наблюдать, что же будет происходить внутри автомашины. Хочу поправить. Эта камера не запись ведет, она ведет прямую трансляцию через 4G. И наш помощник в Киеве сейчас сидит и наблюдает, что тут происходит в Запорожце. Стой, нет, стой. Давай чуть назад. Вон мы наехали на бревно, пацаки, смотрите. И протащили его с собой 5 метров. Ну что, ну Запорожец ведется как самый настоящий внедорожник. Жестко, прям как на танке. Я очень сильно удивлен проходимостью Запорожца. Как там мощь вообще? Это самая лучшая украинская машина была в мире. Друзья, будет вам видно или нет, впереди 2 лошади. Вышла прямо посреди дороги и смотрят, наблюдают за нами. Стой, может на катиком? Не спеши, не спеши, сейчас я их сниму. Камер не могу за. Есть. Тихо, 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 медленно. Нет, Саша, останавливайся, останавливайся. На, 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 это мои знакомые. Это Леша, а там Игорек пошел. Это мои все знакомые. А ну стой, остановись, остановись, остановись. Смотрите, смотрите, друзья, 2 головки любопытные за нами наблюдают. Им тоже в диковинку такой красный Запорожец. По ним никто тут не стрелял из охотника, поэтому они вообще не боятся нас. Могут близко подойти. Это Пржевальского? Да, это самый настоящий Пржевальский. Очень редкий вид. Это типа муж и жена или что? Ну да. Ты видел, какие они смелые были? Тюр-тюр-тюр-тюр-тюр-тюр-тюр-тюр-тюр-тюр. А можно их как-то с сахаром подманить? Да, можно подманить. Пойдите, покажу прикол. Смотри, смотри, второй на меня. Покажи. Так, Димон сказал, что знает секретный способ, как подманить конячку. Пошли, пошли. Подманивать, Лень. Они где ведут? Димон, подбегут? Да не, они дальше. Идем. Димон, подбегут или нет? Димон, поехали, мы классно. Поехали. Пацаны, посмотрите, какая сталкерская атмосфера. Мы уже буквально несколько километров от Припяти. Совсем скоро будем дерзко вдираться в мертвый город. Посмотри радиацию, Димон. Это опасно уже для здоровья? Это опасно, нам нельзя на улице находиться. В машине можно, но быстро. 700, три семерки. Три семерки это уже не шутки, это рыжий лес. Вот именно за этим эту зону так охраняют. Это самый опасный участок сейчас. 800? Вот это уже не шуточки, серьезно. Едем несколько. И это только внутри машины, а снаружи что? Сука! Тысяча! Тысяча, это дичь. Все, не выходим и не останавливаемся. Это очень опасно. И сюда даже официальных экскурсий не будет, потому что это очень высокий уровень. Это прямо центр рыжего леса. Да, где-то вот мы его пересекаем, смотрите, тут лыбки. Это очень много, я закрываю. Посмотри, полторы тысячи. 1500, это очень много. Растет прямо на глазах. Это рыжий лес. 1600! Мы позакрывали окна, ребята. 1700 в закрытой машине, да вы шо? 1700! Блин, это пипец. Все, жарко, что там. Смотри, что два не было. А мы можем уходить. 1800. 1900, все, блин. Два! Два, это жесть. Не останавливаемся. Все, не останавливаемся. Два и два. Два с половиной. Это много, Димон. Ты же обещал в этой нормальной машине. Ты же обещал нормальный маршрут будет. Если сейчас колесо у нас сломается. Да, все нормально, ребята. Все, что упарить? Можешь намолиться. Все, ребят. Мы проблю колесо. Все, ребят. Понимаете, в машину попадают гамма-лучи, которые нас насквозь просвечивают. Альфа-бета особо не опасно. Ее одежду задерживают почти полностью. А гамма, вот эти излучения, она насквозь просвечивает нас. Как рентген, когда вы делаете. Это просто не шутки. Тут нельзя долго находиться. Быстро уходим и все. Уже 1100 падает по чуть-чуть. Это радует. Хотя это тоже очень много. И что, в человеке маленькие дырочки остаются? Ну да, ДНК прям разрывает. Организм пытается его восстановить. У него есть бэкап-копия, то есть ДНК нашего. Но может и копия повредится. И тогда все, пойдет мутация. Ой, как страшно. Это жесть. Просто рвет наше ДНК. И организм просто не понимает, как дальнейшие клетки строить. Информация теряется. Растут раковые клетки и всякие мутации. А было такое уже со сталкерами? Ну, это не сразу проявляется. Может и было, но они просто померли. И мы уже не знаем ничего. Это профессиональные воровские усы. Это с тюрьмы передали. Они сделаны из хлеба. А это специально для того, чтобы выдавать себя за кого-то другого. И сейчас Саша Криасан превращается в Виктора Анатольевича. А Алексей Камрад превращается в Андрея Степановича. И не все вопросы отпадают сами собой. Прикинь, с хлеба я в жизни не подумал. Ты, я тебе их приложу. Ты их прижми рукой. И минуты три не разговаривай, просто держи их. Ё-моё. Слышишь? Прижми пальчиками под носом себе. Так, в меру. Чтобы руки тоже приклеятся, но потом их отклеишь. Короче, минутки три-четыре держи просто. И тогда будет максимально надежная классная фиксация. Но зато держатся усы очень шикарно. Четко? Ты вообще кто это? А где Саша Криасан? Это Анатолий Викторович. Это Санчо Панчо. Работаем. Ну что, ребят, мы замаскировались. Теперь нас точно никто не узнает. И мы сейчас едем на КПП Припять на пролом забрасываться. Сегодня, я думаю, мы посетим город Припять. Будет интересно. С нами сегодня Сашка Криасан. Камрад. Все будет сегодня хорошо. Я про все позаботился. Я думаю, мы зайдем. Все будет нормально. Я прошу прощения. А вы такой красивый, откуда такие нарисовали? А вы сейчас мне из милиции так интересуетесь. Такие, да. Такие, да. А ну иди сюда. Я хуево вижу, сынок. Это наш преподаватель с исторической кафедры. Сема Олег Петрович. Листай, листай, листай. День, день. Я сейчас себя увидел, я в шоке. Я такой колхозник, ребята. Просто жми. Слышь. Еще в этой рубахе. Это просто колхоз. Меня примут в Припяти. А до этого ты не колхозником типа был. Ну, ребят, если честно говорить, ну, а что будет дальше, уже увидим. Известно, только... Товарищ, товарищи. Короче, хватит терять время. Погнали в Припять. Сейчас вы увидите, что там с нами случится. Доброчудно, Припять, Припять, Припять. Здорово. Что-то там ничего не говорю, парад. Второй поворот. Мы едем прямо по проспекту энергетиков. Возле шестнаря поворот направо. Прямо, прямо. И потом сразу мы выезжаем к колесу обозрения. Ребят, это самая стрёмная херня, которую я делала в Членовом сезоне изверждения. За все свои... Ты сейчас в пляшечке пойдите. 16 лет. Все, друзья, момент истины. Три минуты, будем на КПП. КПП Припять. Аброан Линкольн, вы напечатаны на банкноте в 5 долларов. Конечно. Я буду напечатан в истории города Припять. Друзья, здесь я хочу отдельно объяснить вам наш план. План следующий. Дима должен выйти около шлагбаума и начать запудривать мозги охраннику. И в процессе беседы он должен резко руками открыть шлагбаум и пропустить нас. Сразу было договорено, что в этой ситуации Дима остается на КПП. Пытается отвлечь охранников и, пожертвовав собой, пропускает нас в Припять. Посмотри, пожалуйста, в бардачке. Короче, заберем камеру, дозиметр. Все это отстегнуть надо будет, не забыть. А, втягнул бы тоже. Все, да, ты за ним пристраиваешься. Да-да, давай за ними, будет отлично. А как мы их объедем на КПП? Сюда, сюда, сюда. Налево, налево, налево. Дима, обогнать их или как? Не, 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 прямо за ними. За ними, откроется шлагбаум и пройдет. Все, это начинается Припять. Ребята, это начинается Припять. Видите столбы? Мы здесь ехали по параллельной дороге над резидне. Вон, железнодорожная. О, нет, это мост смерти, да? Это мост смерти. Слышь, подожди, так мы на расстоянии держимся от них? Не, прямо вплотную подъезжаем. А сколько времени займет проезд автобуса? Минуту буквально. Так к нам не подойдут, пока будут автобусы шмонать? А, подойдут, конечно, подойдут. Я буду базарить. Я буду базарить. Так, может, нам на расстоянии держаться? Не, не, давайте прямо за ним держимся. Он еле придется, если что. Может, обогнать его, Дима, не? Не, 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 все, все, все. Чем ты наглее и амбициознее, тем лучше получается. Ребята, все знаки, которые сегодня были в зоне, говорят нам о том, что мы заедем в Припять. И этот знак тоже самое. Поэтому держимся его. Так, Паша, Паша, ты на связи? Паша. Паша. Самый важный момент. Паша, самый важный момент. Наберите Пашу. Наберите. Так, ребята, успокойтесь. Реально, успокойтесь. Успокойтесь, не кипишуйте. Дайте мне маску, маску. Маску есть у Котома? А, бля... Что, серьезно? Блядь, без маски ты вон. Ну, конечно. У меня есть сумки в раннем отделе. Отделе есть сумки. А, все, пускай едем. А это КПП уже. Да, КПП. Где мне остановиться? Прям за автобусом в Туле. Ой, Паша, они на связи. Тихо, там вот он включен. Все, все, нормально. Успокоились все. Успокоились все. Подъезжаем на КПП. Я уже держу. Подъезжаем на КПП, успокаиваемся. КПП Припять. Дима, бан открыт. Подойди, просто рукой открой, чтобы банк мы заедем. Не надо ничего делать с той стороны. Да. А, все, все, все. Подойди, открой. Под автобус. Стой, подойди, открой, чтобы банк мы заедем. Под автобус, быстро. Сейчас автобус. Мы заедем. Давай, давай, быстро. Быстро, не тупи. Друзья, вот тихо, тихо. Вот КПП припять. Зачем ты глушишь? Заведи. Я не заглушил. Ты заглушил машину. Я не могу ее завести, она ухлит. А? Я заведу и быстро поеду. Паша, ты на связи? Да мы проедем там сбоку с Димой. С Криосантом, место сбоку есть, чтобы приехать. Слышишь? Кстати, так что, мы едем? Ты проедешь, нет, там кирпич стоит. Нет, там нема кирпича. Пенек? Пенек, да. Да нет, тут пенек просто. Сейчас к маме. Все, едь. Набери Пашу. Истинный момент, друзья. Для Паша. Ну, набери его, у тебя же телефона. У меня нет, у тебя фото. Он сам вкрощит сейчас вопрос. Там тут пенек с Криосантом, едешь на пенек. Так, смотри внимательно за Димой. Смотри внимательно, что он делает. Давай, давай, заезжай. Все, все, все. Заезжай, заезжай, хазу, хазу. Хазу. Заезжай, 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 заезжай. Погковь, stable. ium Он еле держится, на акад не даст оттрость. Ну мы вообще проедем прям под ним я тебе скажу по секрету он откроется просто давай направо ты можешь направо сейчас уйти саш пошел все заехали на прямо налево налево саша а куда прямо тупик саша налево назад заднюю 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 давай все пусть колесу mito hisы Zaraz Saluto и сигнал для работы сигнал , все нормально остальную дорогу , на безопасном золота и куда куда дальше все все яееееееه заехали в припят Мы бойца потеряли, но мы ворвались. Ребята, я не верю, что мы это сделали. Друзья, у нас есть буквально 2 минуты. Подождите, вы маршрут знаете? Да, да. Какой классно вот это пахнет. Саша, ты знаешь маршрут? Я плохо помню, но знаю. Сейчас налево, потом направо. Пацаны, мы заехали в Припять, прямо в город. Сейчас надо вспомнить, как заехать к колесу обозрения. Это очень, это очень дерзко было. Стоит кто там? Не, налево, налево, наверное, да? Да, да, да. Центральный город, где Саша напрыгнул. На лево, на лево. На лево, на лево. А сейчас сразу потом направо, будет 16-этажка, потом необычная. А мы можем тут затеряться, мы с хер найдут реально. На право будет 16-этажка. Все, мы правильно едем. Ударились! Ё-моё, что ли? Аккуратно, только людей не сбей! А потом, Саша, снарюм, там второй поворот. На право, очень незаметно. Да, на право сейчас будет поворот. Снарюм, вон, у золотой машины едет. Я думаю, что она повезет. Не, 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 кто есть, слева пятиэтажка. Сразу после пятиэтажки поворот, вот там. На право, вот сюда, да, сюда. Не, не верю? Нет, это за разу. Это заброшка какая-то. Что ты дергаешься? Нормально. Что, пацаны, мы заехали в Припять? Сюда может? Возьми карту, карту мою возьми. Может, там рад включить колесо провести? Там рад включить, колесо увидишь, давай, на, на, включай. Да, вот, вот, тут. Ну, включайте, Соня, будь, блин. Вот тут, тут, направо, давай дальше. Дальше. Нет, тут нема поворота. Да нема, мы все уже, мы проехали, короче. Поведи по карте, если бы я был за картой, я бы сказал, где правильно поворачивать. Да, так, едь, ищи твои карты уже. Или давай дальше, вон туда. Автобус, вон, спереди все автобусы. Дядя, спереди, спереди. Мы там проедем? Это этот, спереди, этот, где противогазы детские разбросаны. Блин, а мы точно на кольцо выйдем? Я не знаю. Там, где путылка, наверное, стояла. Или давай дальше, вон туда. А вон, автобус, вон, спереди все автобусы. Дядя, спереди, спереди. Да, нормально. Прямо снизу всех, мы скушаем. Сюда, наверное, направо. Да, да, да. Оно, оно. Все, смотрите, друзья. Ну, это точно дальше. Давайте хоть карту глянем, блин, ребята, реально. Смотрите, мы заехали в Припять. Вот мертвый город. Офигеть. Давай карту. На. Сможешь сориентироваться, как... Вот колесо прямо возле нас. Мы едем прямо направо еще раз направо. Запомнил. Напомнил, вот этот поворот не подскажи. Сейчас направо. И тут направо. Да, давай, давай, давай. Погнали. Ты видишь колесо на карте? Вижу, да. Да, я вижу колесо. Блин, не думал, что его так сложно. Нужно найти его. Вот смотрите, ребят. Вот мы, возле колеса. Вот колесо, вот мы. Вот тут, по-моему, где машина еще раз направо. Тут, по-моему, уже пошли. Вот тут где-то направо надо. Да, вот за ней сразу. Да, давай иди спросим. Нет, тут не маза, вот заеду. Да, да, вот, это вот сюда. Да спроси в них. Да нет, ну ты что пошли? Вот заеду, назад. Это очень жестко, да? Это сюда, Саня. Прямо, прямо едет. Ребята, это колесо. Давай, где колесо? Колесо, вот оно. Вдруг почета, давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ну аккуратно сейчас, на секундочку. А ну, надо заблокировать его. Подожди, подожди, секундочку. Не, не, Камрад, не ломай его, не ломай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам надо очень быстро ретироваться, потому что за нами уже выехали. Все, мы прячемся в Юпитере сейчас, уходим, здесь никого нету, я заблокировал руль, все, что-то сделал, дверь оставляем открытой. Камера пашет. Собачка, здрасте. Они уже едут, а, блядь. Все, друзья, оборвали из Трипяц, собака, на шапку. Не, не, одень, не, сделай. Все, друзья, у нас есть буквально 30 секунд, и мы отсюда валим, сейчас будем очень быстро бежать. Да. Все, ребята, все, успешно, уходим, 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 Димона потеряли. Пришлось, пожалуйста. Давай. Сделайте. Давай, не, мы это сделали, реально. Два месяца подготавливали этот маршрут. И такого никто не сделает, ребята. Она будет устоять, пока ее не эвакуируют, именно охранник из Трипяц. Слушай, фотку, фотку. Друзья, мы заехали в город с Палевым, с определенным, сейчас нам нужно быстро петлять, мы к тому же потеряли Диму. Пока Запорожец, спасибо тебе, мы проехали 70 километров. Припять, центральная площадь, колесо обозрения, вы на канале Креасус. Саша, ты знаешь, куда петлять? Куда идти? Примерно туда. Сейчас нужно максимально тихо, если шоу, что петли. Просто убегаем, да? Да, это хуйня кто? Какая не конспорта вообще? Нам сейчас надо засухариться. Если мы еще выйдем сухими из воды, это будет вообще песня. Потому что сейчас начнется нормальный шмон Припяти. С собаками и со всеми патрулями, которые тут вообще есть в окрестностях. Да, надо налево где-то, поэтому мы идем. Мы тупо сделали невозможное. Я не верил, я вообще не верил. Я думал там это к ней уху и все, но серьезно. Очень дерзко. Это очень, вот. Дума очень сильно нам мешаются. Но честно, лево, пытаться пробиться налево. А наша цель слева. Дорога справа идет. Мы лишились нашего проводника, а теперь я за старшего. Я веду ребят, тут у меня карта. Я честно плохо знаю Припять, но нам надо всеми силами ее покинуть. Пока тут не начался жутчайший шмон с собаками. Потому что Сурса будут искать очень люто сейчас. Буквально через пять минут. Я сейчас запрятался, он же наклеил бороду. Ах ты самозванец, мужчина. У вас отклеился-то. Чувак, тут радиация, у тебя на бороде выросли. Вот это что такое, ты поддельник, гад. Радиативные грибы выросли, гад. Нам еще уйти пять часов. Я разберу. Так, друзья, вот такие вот сусанячие спички сделали. Вот такие в супер-сус-шопе. Они вам помогут в любой ситуации, когда вы замерзли. Когда вот такая мокрая погода. Берем спичку. Опа. Опа. А в любую практически твердую поверхность можно зажигать и греться. Холодно, капец. Пересекаем колючую проволоку. До побачения зоны отчуждения. До побачения запорожец. Ааа. Хорошо, дожди. Да я не фарю. Сука, зацепил. Дай, потручили, что мне было. С прорывом тебя. Поздравляю вас всех. Все, все текаем. Текаем, текаем, текаем. Петляем, все. Уходим. Выгрузились колючка. Выгрузились. Да, до свидания, зона. Все, мы на воле. Кучнее, кучнее, кучнее. Ребят, мы вышли сухими из воды. Не смотрите, что сейчас идет дождь, но мы реально не запалились. И нигде нас не приняли. Мало того, что мы выполнили миссию с запорожцем, мы приехали и оставили его под колесом обозрения. Даже несмотря на закрытый шланбаум, который мы проломали. Так еще мы вернулись назад и вышли сухими из воды. Все супер. Полицейский вообще. Подтвержден, шланбаум не сломали, мы просто открыли с разгоном. Лобовым стеклом открыли шланбаум. Да, мы просто лобовушечкой так чуть надавили, он вверх отскочил. Потому что у нас даже трусы мокрые. Мы все шли тут 25 километров, еще там перебирались. Мы абсолютно мокрые. 40 километров шли. Еле убежали от ментов. Говорят, что Припять все оцепили. Приехали там какие-то тела, начали искать всех. Юпикер полностью прочесали. Искали там Айлана Маска и Саню Креасана. Но мы нормально вышли. Короче, друзья, вы долго просили Припять. Вот мы сделали снова вам Припять. Так что я думаю, что вам приятно было посмотреть с телевизора за теплыми чипсами. Как говорится. Так оно слышишь, оно заледенело. На улице минус просто. А ну можешь полизать? Нет. Ну полежи. Нет. Ну полежи. Ладно, друзья, спасибо, что вы смотрите нас. Спасибо. Подписывайтесь на Креасана. Подписывайтесь на Камрада. Покупайте металлоискатели. Не забывайте про Сус-шоп. Такими спичками грейтесь. Ну и как говорится, до новых встреч. Будем делать новые серии. Едем кушать. Охладились. Едем кушать. Всем добра. Где же моя семья? Неужели ты совсем один? Не пропускал по венам? Не люблю, но я любим. Нелюдим, озлоблен, проникая. Ночью общество в душе мизантроп. И бесконечное одиночество. Луна вместо солнца. Тьма вместо света. Жили под крышей лжи. Живя без ответа. Зло порождает насилие. Найдя в себе силы. Часы стучат лопатой. Копая вам могилы. Луна вместо солнца. Тьма вместо света. Жили под крышей лжи. Живя без ответа. Зло порождает насилие. Найдя в себе силы. Часы стучат лопатой. Копая вам могилы. Друзья, вы все еще здесь. И у вас, наверное, возникает абсолютно правильный вопрос. А что же с камерой внутри машины? Как вы помните, одна камера у нас была установлена внутри машины. И еще две камеры мы повесили на деревьях. И направили их прямо на то место, где мы оставили запорожец. Давайте теперь посмотрим по порядку все, что они сняли. Спасибо. 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 И на этом съемка обрывается. Как мы предполагаем, полицейские просто скинули клеммы с аккумулятора машины и наша камера выключилась. Вот все, что она успела заснять. Идем дальше. Наш человек вернулся снять камеры с деревьев. И что он увидел? Первую камеру, которая висела ближе к колесу, уже кто-то украл. Вот остался только черный скотч, которым она была примотана. Кто ее забрал, полиция или какой-то посторонний человек, мы не знаем. Но вторая камера осталась незамеченная. И вот что она сняла. Я вам скажу за любой, чтобы выступали, даже не вырывать. Я думаю, что залы будет больше. Стой, парень. Я прямо в этом городе, молодой, на разнороженном, стоят, стоят, стоят. Я вам за любой. Да, можно выливать. Я ехала на зеленый. Я ехала на зеленый. Я ехала на зеленый. Я ехала на зеленый. Как вы могли заметить, никакого запорожца на кадрах не было. А знаете почему? Оказалось, что запорожец мы припарковали слишком далеко от камеры. А поскольку она включается только при движении, нас вдалеке она просто не увидела и не включилась. Вот и вся история. Как мы позже узнали, запорожец простоял в Припяти буквально несколько часов. И хоть мы и оставили его без ключей, но его успешно смогли завести. И сотрудники зоны уехали прямо на нем в город Чернобыль. Сейчас он хранится на складе конфискованных вещей вместе с нашей дрезиной. Обидно, конечно, что мы не получили ни одного кадра с эвакуацией запорожца. Да нам и так очень сильно повезло, что у нас получилось проделать такой путь и заехать прямо в саму Припять. И мы запомним это приключение на всю жизнь.